Сейчас благодарю и подробнее по ситуации на юге и также по ситуации, в частности, на бахумутском направлении, в Бахмуте. Поговорим с нашим гостем Сергеем Чреватой, спикером Восточной группировки Войск Вооруженных Сил Украины. Далее сейчас будет с нами на связи. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Неоднократно были заявления от украинского руководства о том, что каждый раз украинская армия срывает планы Российской Федерации подтвердить вот этот захват. А в принципе сейчас, как вы считаете, является ли бахмут, ну в принципе он длительное время был таким каким-то знаковым для российской армии, является ли он сейчас вот той точкой, если в случае, конечно, чего не произойдет, если они захватили бы этот населенный пункт, то смогли бы отчитаться. Смотрите, вот победа российской армии, вот, мол, очередные шаги. Каждый раз украинская армия это срывает, но насколько бахмут является вот таким показательным сейчас для россиян? Ну он очень показательный, потому что не взять 4 месяца небольшой город, сосредоточив огромные усилия, собрав группировку войск, которая может сравниться там в районе 30 тысяч со средней центральной, восточноевропейской страной, так армия имеет такое же количество техники и личного состава. Конечно, это очень показательно, и плюс, если вы посмотрите на динамику потерь, особенно в последнее время, это просто они для 21-го столетия, они просто не осягаемы нормальным мышлением, потому что каждый день в районе Бахмута они от 70 до 100 человек теряют только убитыми и где-то столько же раненым. Ну, не только там имеется в виду на том направлении. Бахмут, Солидар, Кличеевка, Иманград. И также уничтожается их техника. Ну и таких направлений на Восточном фронте несколько. Поэтому мы видим такую динамику потерь, когда уже более 76 тысяч оккупантов уничтожено. И можно только представить, насколько больше раненых и покалеченных. Звучала информация от Центра исследования безопасности о том, что потери российской армии на фронте увеличились почти в два раза. И в том числе это связано с борьбой россиян сейчас из Бахмута, на Донецком направлении. Сейчас, как вы считаете, работа... Многие говорят о том, что сейчас сосредоточены ЧВК Вагнер очень именно на этом направлении, на Бахмутском. Насколько сейчас они помогают российской армии? Насколько сейчас велики шансы у россиян продвинуться? Либо наоборот, они сейчас укрепились и не смогут продвинуться, но будут удерживать позиции? Ну, они вынуждены использовать и ЧВК, и мобилизацию, потому что украинская армия на протяжении 8 месяцев уничтожила очень много, большинство их профессиональных подразделений, пехотных, десантных, морской пехоты, даже Росгвардии и спецназначения полиции, кого только здесь не было. Ну и это продолжается процесс остатки таких профессиональных подразделений. Например, была почти разбита бригада 155-й морской пехоты возле Павловки, возле Углидара. Они даже написали жалобное письмо своему губернатору, как Приморского края. ...частные компании военные, а это соответствующим образом поднимает уже какое-то влияние того же Пригожина, у которого уголовное прошлое и очень сомнительная репутация в бизнесе, в том числе и Ольгинских троллей. Это он держал. То есть он все такие черные дела для власти делает, при том всем, что он является абсолютно незаконным по российскому законодательству. То есть у них вот такой, знаете, диссонанс правовой. Когда озвучивается информация о том, что, когда мы получаем информацию о том, что обстреляны были школы или объекты инфраструктуры, или же это какие-то архитектурные здания, например, то, что по бахмутскому направлению, в Бахмуте говорили о 12 школах обстрелянных, как вы считаете, на что больше направлены? Это просто промахнулись цели ли в другой объект? Это такая в кавычках, да, точность ракет, точность запуска. Либо это специально целят для того, чтобы уничтожить культурные образования, архитектурные объекты. То есть цель направлена именно поэтому со стороны россиян? Абсолютно это целенаправленно. Это их политика. Они по всей линии фронта, от Харьковской до Запорожьевской областей, по Восточному фронту, везде, где они достают артиллерии, реактивными системами, залповыми огня, минометами, где они могут доставать, у них абсолютно, даже, мне кажется, в первую очередь, уничтожаются города, какая-то инфраструктура, энергетика. Все делается для того, чтобы люди были без каких-то благ коммунальных. И это, мне кажется, для того, чтобы посеять какой-то страх, веру у людей убить, чтобы, потому что, ну, хотя они добиваются совершенно противоположного. Они шли сюда, как они говорили, освобождать народ Донбасса, освобождать народ Украины. Пока что они освободили их от благ цивилизации, и многих, к сожалению, освободили от здоровья или жизни. По поводу «освобождения» Украины, по поводу того, что сейчас со самими россиянами происходит, ну, по сути, то, что их отправляют сейчас как пушечное мясо, ну, кому-то приходит осознание из российских солдат, кому-то не приходит. Но вот недавно губернатор Приморской, накануне губернатор Приморского края Олег Кожемяка заявил, что жалобы, обратившиеся к нему морпехов 155-й бригады, могут быть вбросом со стороны противника. Ну, то есть тут работа пропаганды российской. Что было на самом деле? Морпехи обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в непонятное наступление в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми. То есть если уже даже информация доходит до самих россиян, они понимают, ну, то есть понятное дело, что они видят свои потери, они понимают о том, что сейчас их ждет далее. Но, опять же, вопрос, не знаю, возможно, все-таки риторический. Чего ждать от россиян? Готовы ли сами россияне, я имею в виду сейчас русского солдата, готов ли русский солдат остановиться? Ну, если не во имя Украины, это такой очень вопрос, то во имя своей жизни, понимая, исходя из вот той информации, которая все-таки до этого русского солдата доходит, о тех потерях, которые несет российская армия на территории Украины? Я думаю, что да, у них какой-то эмпати... В силу того же работы их пропаганды, воспитания, менталитета, какой-то эмпатии, жалости, гуманных чувств к нашему населению нет. И если бы они могли безнаказанно нас убивать, они бы это делали. Но гигантские потери, в том числе вот это, что мы назвали жалобу губернатора, это губернатор страхуется про вброс, потому что на самом деле один из тех, кто распространял эту информацию, это был один из главных их шовинистов, военных преступников, сладков такой военкор, который подстрекал к войне. Вот он, уже понимая, наверное, как русский империалист, что все равно они теряют личный состав и не будет чем завоевывать эту империю, он даже обратился и опубликовал это письмо. Поэтому это правда, у них идет все больше такие отцентровые позиции, у них сегментируется военное командование, не так, как у нас жестко и по вертикали, как должно было быть в любой армии. Главком, Генштаб, командование на местах, у них Пригожины, Кадыровы управляют войсками, управляют какие-то отдельные генералы, у которых свои там центры влияния в Москве, губернаторы уже вмешиваются. Сейчас Пригожин будет какое-то ополчение по их границам с нами выстраивать. Поэтому для нас вся эта их сегментация, весь этот раздрай и децентрализация, она как раз там налицо. И у них уже четко пространство в абсолютно закрытом информационном пространстве, но в телеграм-каналах, в каких-то пабликах, до которых еще не можно тянуться власть, уже заметно, что и жены выходили, когда массовая была гибель, их не мобилизованных, и жены выходили с видеообращениями. В Казани вы, наверное, видели, был уже такой, можно сказать, бунт мобилизованных, которых не обеспечивают и относятся как к скоту. И уже видите, это морпехи, это же не какие-то там мобилизованные морпехи, это элита их. Если они уже заныли, то вот представьте, какие у них потери, какой наносится по ним ежедневный удар. К сожалению, гибнут и наши военнослужащие, но для нас это трагедия, хотя оно в разы меньше, но для нас это трагедия и боль, а они гонят их на убой, просто для того, чтобы сохранить Путину лицо и попробовать типа освободить, как они называют, Донецкую область. Говоря о трагедии, говоря о боли, еще один вопрос у меня остался. По Харьковской области, по деоккупированной территории было известно о том, что где-то 2500 военных преступлений специалисты насчитали. Можно ли сейчас приблизительно, не знаю, по Бахмутскому направлению, по Донецкому, в целом по Востоку, в целом по Украине сейчас понять, какие основные военные преступления совершаются со стороны россиян? Конечно, это незаконное лишение свободы, пытки, убийства, изнасилования, мародерства, если кратко сказать. По количеству это можно как-то приблизительно понять? Какое количество этих преступлений, если только одна деоккупированная, эта часть только деоккупированная, мы понимаем, что там 2500, то какая цифра может быть по всей Украине? Ну, я думаю, что счет будет идти на десятки тысяч. И просто, конечно, очень трудно сейчас верифицировать, потому что не все данные есть. Но я знаю, что усиленно работают вооруженные силы после освобождения населенных пунктов максимально помогают, чтобы наши правоохранительные органы, наши специальные службы работали совместно с международными организациями, с правозащитными организациями для того, чтобы потом предъявить счет оккупанту и чтобы он на долгие десятилетия платил за это репарациями, контрибуциями, моральным унижением, пока не покаятся. И пока другие поколения, как это было с нацистами, не поймут, не раскаются, не станут в центре крещатика на колени, как это Вилли Брант сделал в Польше, в Варшаве, и не поймут, какую беду они совершили с мирным населением и какое они жуткое преступление коллективное совершили, за которое надо будет жестко заплатить. Жуткое преступление и против Украины, и, что интересно, против своей же страны в том числе. Спасибо вам огромное, Сергей, за то, что сегодня были у нас в эфире. Сергей Чреватый, спикер Восточной группировки войск вооруженных сил Украины, говорили мы по бахмутскому направлению, говорили мы по донецкому, в целом по ситуации на фронте Украины. Ну а информационный марафон на телеканале Freedom продолжается.